Хочу сейчас вам показать хорошее видео. Давайте его посмотрим. Привет. Привет. А что это за вид инструмента такой? Это русский народный инструмент. Баян. О, мило. Ты из России? Да. Круто. Ты можешь сыграть что-нибудь для меня? Откуда ты? Бельгия. Что я могу сыграть для тебя? Что ты любишь? Ты знаешь какие-нибудь песни Queen? Что думают люди, окружающие тебя, о России? Я не думаю плохо о России. Я не думаю плохо о людях, живущих там. Они такие же люди, как бельгийцы, или нидерландцы, или французы. А что люди думают о России в Кувейте? Мы любим Россию. Мы любим вас больше, чем Америку. Мы ненавидим их. Мы сейчас противостоим Америке с вами. Мы помогаем вам с газом. Мы отрубаем у них газ. А у Америки нет своего газа. Запад должен пасть, да? Да, они должны проиграть, потому что они какое-то время правили миром и подвели его. И теперь они должны уйти, а мы должны подняться. Такова жизнь. Ты крутой парень. Спасибо за твое мнение. Я люблю Путина, кстати. Вот такую большую работу делает этот парень на Ютубе. Сейчас он у нас на связи. Раиль, привет, мы рады. Привет, всем привет. Мы рады тебя видеть. Слушай, ну огромное количество вопросов хочется тебе задать. Самое главное, наверное, как вообще люди по миру воспринимают, вот когда ты говоришь, что ты русский, и как они относятся к России. Я знаю, что и ты сам задаешься этим вопросом. Ну, такую сборную информацию для нас. Ну, может, мне везло, но в большей степени люди адекватно реагируют, хорошо относятся. Ну, вы сами видели в отрывке, что люди все понимают. А тебя-то что подвигло вообще заниматься этим делом? Хотелось просто играть на инструментах, делиться музыкой, рассказывать о себе, или какая-то еще политическая, может быть, внутренняя, идеологическая подоплека у тебя была? Ну, музыкой я занимаюсь очень давно. Почему именно перешел на иностранную чат-рулетку? Потому что захотелось выйти на новый уровень здесь и показать людям, что помимо стандартных инструментов, гитары, есть такой русский народный инструмент, баян, что на нем можно играть не только какие-то стандартные академические вещи, а играть современную музыку, что, кстати, сподвигло многих молодых ребят снова взяться за баян и начать заниматься. Потому что до этого им казалось, что баян – это довольно такой деревенский инструмент, о котором ничего крутого не сыграешь. Поэтому я запустил новый тренд благодаря тому, что совместил академический инструмент баян с битбокстом. И за счет своих роликов, песен и музыки я объединяю народы, показываю, что в России живут такие же адекватные, хорошие, порядочные, талантливые люди. Еще одна из причин – это то, что мне хотелось показать новый навык – это совмещение баяна и битбокса. Такого в мире никто еще, на мой взгляд, не делал. За счет чего снова популяризировать наш русский инструмент баян, наши русские песни, чтобы также слушали наравне с другими языками. И третья причина – это выходить на новые уровни, кидать самому себе вызов, экспериментировать. И поэтому иностранные чат-рулетки – это уже международный уровень. Здесь, конечно же, нужно знать английский. И, кстати, это хороший способ прокачать свой язык. Это лучше всего помогает. Я после чата-рулеток начал очень хорошо разговаривать на английском. Вот такие вот причины. Очень интересно слушать твои рассуждения, как ты хотел быть вне политики, а сейчас находишься в ее центре. Вот поэтому, как мы много раз говорили, да, и это известное выражение – если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой. Ну, у тебя, собственно, это и произошло. Еще раз, давай вернемся. Много ли негатива встречается в отношении России? И если встречается, можешь ли ты его изменить с помощью музыки? Если более-менее скептически относятся или общаются со мной, я спокойненько тоже общаюсь, рассказываю им про музыку, играю музыку, рассказываю про Россию, говорю, что как устроено у нас, чтобы они тоже там у себя знали. Ну, ты используешь универсальный язык, и это здорово. На скольких инструментах ты играешь? Это гитара, баян, глупная гармоника, ударная установка и чуть-чуть пианино. Ну, плюс укулеле еще можно брать. Это отлично. Еще спрошу, какая самая популярная песня? Вот какую просят чаще всего исполнить? Просят то, что они любят в большей степени. И если у меня эта песня в моем репертуаре есть, то это получается просто взрывная реакция, потому что они не ожидают такого. У нас и у экспертов есть вопросы, Дмитрий, задавайте. Наверняка просят исполнить какие-то русские песни. Бывает же такое? И какая вот наиболее популярная по просьбам из наших? Из русских. Из русских песен. Из русских? Ну, просили конкретно вот за границей, чтобы это вот Катюшу темную ночь исполнял. Ну, больше такие, типа, русские народные песни просят, или наоборот военные. То, что у людей ассоциируется с Россией. Темную ночь можно исполнить? Попробуем. Почему без баяна? А он на ремонте. Он на ремонте, потому что баяна это сложный. Я не буду шутить по поводу, почему баяны попадают на ремонт, но ладно. Как за машин, тоже нужно ухаживать, так и за инструментом баян. Так. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер будит в проводах, тусклые звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, знаю, спишь. И у детской кроватки тайгу, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу не прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас. И тревожная черная степь пролегла между нами. Спасибо большое. Браво. Спасибо большое. Да, на самом деле, просто вы... Простите послушать. О, давайте, да, конечно. Потому что это что-то новое. Гитара, гитары. Сейчас попробую тоже совместить губную гармошку с битбоксом. Супер! Прекрасно! Тебе огромное спасибо и за популяризацию России в мире, и за популяризацию фольклора в мире. Потому что это очень важно помнить свои корни. Правда, чем больше было бы таких людей, тем шире бы наше действительно стоящее искусство шагало по стране. Спасибо вам большое. Приятно встречать в сети вот таких людей. И здорово, чтобы их было больше. Я думаю, что здесь нечего комментировать. Вам огромное спасибо. Мы получили большое удовольствие от этого видео. Спасибо.